Всем привет, с вами Миша Дарко. В этот раз я решил не ждать два года, а как можно раньше огорчить вас обзорчиком на третью часть вашей любимой франшизы. Зомби-насильники, к моему удивлению, покорили сердца и расстроили желудки многих моих подписчиков. Обзоры на фильмы серии стабильно набирают просмотры, в отличие от обзоров на нормальные хорроры. Что с вами не так, люди? Ладно, проехали. Тем более, я обещал, что раз в три видео будет всякая стрёмная хрень. Как видите, не соврал. Что ж, хватит предисловий, это Зомби-насильники 3. Но перед тем, как начать, я хочу, чтобы вы поставили видос на паузу и подписались на канал Сергея Матвеева. Сергей делает обзоры на крайне интересные фильмы, нередко сравнивая их с книжным первоисточником, делая это в своем несравненном стиле. У него уже есть обзоры на Дети кукурузы, Девятые врата, Звонок и многое другое. Хронометраж роликов овер 20 минут, так что скучать вам не придется. Подписывайтесь на канал Сергея Матвеева, ссылка будет в описании. Итак, фильм стартует с очередного пояснения того, что здесь, черт подери, происходит. Но я считаю, что у моих подписчиков память лучше, чем у целевой аудитории этого фильма. Да-да, я про тех, у кого ладони покрыты густыми волосами и зрение минус 6. Короче, я не буду в 14-й раз рассказывать вам что да как. Третья же часть начинается ровно на том месте, на котором закончилась вторая. Медсестра Теребонь Кейт Кракена на фото мыши, а за ней подглядывает какой-то юный мастурбасионмен. Только эта сцена чуть ли не в два раза длиннее, аналогичной из предыдущей части. Так что любители азиатских титик тут могут испытать нехилый такой прилив эндорфинов и запачкаться эктоплазмы. Кстати, зацените музыкальное сопровождение. И я весьма удивлен, что еще ни один из рэперов не додумался это сэмплировать. Опять подглядывал? А ты можешь не так громко? Ты же знаешь, что я здесь. Зачем я тебя спасла? Чего? Чего? Оказывается, это задрота, тот хикан-монах из первой части. Напомнить, что с ним стало? Я потерял свою драгоценную девственность. Сейчас же он беспалевно живет на базе среди женщин, а его присутствие знает только медсестра и он маскируется под лоли каждый раз, когда хочет сходить посрать. Конечно, его спаливают. И давайте послушаем, как же так получилось, что он оказался жив. После взрыва мое тело разорвало на куски. Я воскрес благодаря клонированию. Пожалуйста, убейте его кто-нибудь еще раз. У меня нет ни пениса, ни пиз... Я не могу насиловать и меня самого не изнасилуют. Но у тебя до сих пор есть жопа, братишка, так что если появятся заднеприводные зомби-носители, советую бережно охранять свою тухлую вену. А в целом, дела на базе идут неплохо. Бобцы выживают, военные прелюбодействуют. Ничего нового. Что там у ученых? А оказывается, что они держат в своей лаборатории дико кричащего, никому не вредящего зомби-носильника, который почему-то никак не реагирует на женщин. Жена, которая это спалила в ахуе. Мы исследуем, что стоит за любовью. Любовь? Да, любовь. Любовь – источник нескончаемых бед. Ей снова тактично намекают, что неплохо было бы взять семя мужа для исследований и даже дают парочку дюрексов. Но это легко можно пропустить, если смотреть фильм как я, закрыв лицо руками в депрессивной позе. Но это еще укнется в сюжете, хотя будто кому-то не похер. Тем временем, в гости к ее мужу приходит Усаги Цукино и пытается склонить его к близости. Мои трусики быстро становятся мокрыми, поэтому я решил их вообще не носить. Ля-блёк, когда ты говоришь гадости. Я прямо возбуждаюсь. Как вдруг? Что? Послушай, ты превратился в зомби? Короче, Лолю еле успели спасти от разгоряченного самца и все в шоке. Жена плачет, и я тоже плачу, потому что почему сексуальная японочка в школьной форме пришла к нему, а не ко мне? Никто не может понять, почему он обратился, но зомби-огрызок вносит ясность в происходящее. Жуки быстро оставают к своим женам. Они к ним привыкают и освоятся. Как к неодушевленным. Он так давно не трахался, что забыл, как пользоваться своим членом. Нет, этого не может быть. Это неправда. Перенесемся к Одноглазому и Киборг Бабе. Они по какому-то ретранслятору, или что это за говно, слушают речь вождя анимешников, которые больше напоминают разговор пьяного меня с еще более пьяным батей, который возомнил себя борцом за нравственность. Так и кто в результате победил, а? Вы все знаете ответ. Это мы, девственники Отакуа. Что за херню он несет? В то же время, это слушает медсестра по такому же ретранслятору, который ей дал капитан Вервиглаз при первой и единственной их встрече. И либо он максимально доверчивый, либо где-нибудь наткнулся на целый вагон таких вот ретрансляторов. Заканчивает же речь лидера песня в исполнении нашей замечательной мыши, которая, как мы помним, является идолом Отаку. Отличное шоу, мать вашу. Короче говоря, Снэйк Плискин разоблачает девианта. Я кое-что слышал еще до этого апокалипсиса. Проект Ирод. Ну вы знаете, царь Ирод, который известен убийством тысяч младенцев в Вифлееме, нам об этом напоминает монархикан Клон, ведь объяснение какой-либо неинтересной дрочи стало этакой фишкой серии. Эх, когда же моей фишкой станет не брать на обзоры дерьмовые фильмы? Так о чем это я? Юис Сэй отправили робошлюху в Японию для того, чтобы она уничтожила радиоактивный изотоп, который родила мышь. Якобы это ознаменовывает новый виток человеческой эволюции, но пастор Дьякон явно не согласен с таким раскладом. Пиздец. Классно посылать на такое ответственное задание робота, который не сможет переплыть даже ни одну речку говнотечку. Так или иначе, от такого выброса энергии рушится здание, взрывается планета, а Пучеглазый пропадает до следующей части. Вы еще не охренели от происходящего? Если недостаточно, то как вам такой твист? Она это... Помоги нам. Че это за херня? Да-да, медсестра наклонировала кучу мамаши с первой части, и мне вот интересно, как она после вот этого вот взрыва среди тлеющих, дымящихся кусков мяса нашла генетический материал, принадлежащий именно мамаши, ну и задроту анимешнику, само собой. В это время армия Отаку совместно с зомби-насильниками нападает на базу, и начинается тотальный ад. Мне кажется, если сесть на велосипед без седла и ехать по гравийной дороге, держа руль одной рукой, а камеру другой, то тряски будет меньше. Может у оператора дикий тремор после ночи сакэ и хентая, и я хз. В итоге, ядовитые мужчины пробивают баррикады, состоящие из офисной мебели. Подожгли бы ее хоть, а то толку никакого. И вообще, почему бы медсестре не выпустить своих клонов для дикой битвы с зомбями? Или она хочет держать это в тайне, даже когда происходит такой пи***ц? Ну да ладно, зомби прорываются на базу, и начинается нереальная оргия таких масштабов, которых никогда не видел замок арсенала Сан-Франциско, если вы понимаете, о чем идет речь. В это время доктор Ягами под шумок решает, как бы тупо это ни звучало, изнасиловать зомби-насильника. Ведь оказывается, что в резинке можно. Если бы тут были презервативы конкретной марки, то я бы сказал, что серия этих фильмов самая лучшая рекламная кампания, которую я видел. Ну а так практически все женщины на базе умирают в страшных мучениях. Ииии доктор Ягами тоже, потому что жена устроила ей подлянку, проколов резинки. И ху** тогда толку от ее гигантских очков, если она не в состоянии разглядеть то, что может ее убить. Жесть! А дальше происходит шизофренический мозговынос. Хм, будто раньше было по-другому. Короче, голова болтливого зомби падает, и с нее вырывается тентакля, которую он тут же пускает в ход. Жена решает выпилиться через финальное соитие с мужем. А тот зомби, который был на цепи, смотрите сами. Похоже, нам ничто не угрожает. Петушара! Ах да! Происходит вся эта вакханалия под Авимарию, якобы в исполнении мыши. Зацените! Напрашивается вывод. Нас с тобой наебали. В это время ТХ каким-то чудом выбирается из-под завалов. Видимо, заработал дополнительный источник энергии. Она приходит убивать мышь, но как вдруг? Итак, я думал, что такое маловероятно, но пока что третья часть худшая в серии. В ней имеется бесконечное число флешбеков, диалогов, максимум трахов, а действий всего минут на 25. Жаль, что материала для работы было так мало, но что есть, то есть. Вообще, подобное кино отлично бы зашло в ночной ветке вещания какого-нибудь РНТВ. Помните, как лет 15 назад там крутили эротику? Ну, эти постные мелодрамы, где иногда можно было видеть титьку. Хотя школьники были в восторге. Думаю, рейтинг канала бы взлетел, если бы вместо того унылого зрелища показывали эро-хорроры или фантастику. Кстати, я еще не знаю, буду ли делать обзоры на четвертую и пятую часть, ведь фильмов нет в русской озвучке. Ну что ж, греха-то и думаю, вам весьма интересно узнать, чем же закончилась эта эпопея. Или нет? Вы в курсе вообще, что существует такой японский трешак, как сисястые стервы, стриптизерши против зомби? Почему-то пять. Или это размер груди? Может на него сделать обзор? Поживем, увидим. Ну а с вами, как обычно, был Миша Дарку. Ставь лайк этому видео и обязательно напиши коммент, это очень помогает в продвижении ролика. Также переходи на другие видяшки, которые не смотрел, и обязательно подписывайся на канал. Всех люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok